Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это программа «Встретились, поговорили» Олег Пек в студии И сегодня мы встречаемся и говорим с замечательными журналистами Это Татьяна Фас, Владимир Вигман Здравствуйте, добрый день! Главный редактор журнала «Открытый город» И практически я понимаю, что следующий год будет очень важным, волнойчим потому что это будет юбилейный год для журнала Добрый день, дорогие друзья! Давно вы не были у вас в студии Спасибо большое за приглашение Добрый день! Действительно, мы сами не ожидали что так как бы легко подошли к своему первому юбилею, десятилетию Трудно себе представить В нашей жизни столько было разных изданий газет, телепрограмм, радиопрограмм И вот этот журнал, который возник в 2010 году под названием «Открытый город» ну, в те времена, в 2010 году не сулил больших перспектив Казалось, что время такое шаткое Это было, если вы помните После кризиса сразу После кризиса, время после кризиса когда газеты, в общем, многие доживали а некоторые еле дышали И мы тогда ушли из телеграфа И решили, что, наверное, с журналистикой пора заканчивать Но, тем не менее, это время Как говорят умные люди, время кризиса Это время многих начинаний И оно оказалось успешным Причем это как раз, я не помню, в 2010 год или чуть позже, или чуть раньше возникло несколько журналов, которые живут очень успешно до сих пор Во-первых, журнал «Ир» возник, по-моему, тоже в 2010 году Возник журнал «Ригас Лайкс» По-моему, «Кас Яунс» То есть какой-то был журнальный бум Ну и мы, в общем, пошли на поводу этого тренда на поводу этого бума И придумали ежемесячный журнал Он был, нам казалось, что это менее затратный и в то же время красивый, эстетичный глянцевый, но серьезный То есть мы не хотели уходить в развлекательную журналистику Мы всю жизнь занимались серьезными вещами политикой, экономикой И решили создать такой деловой журнал Но не только о бизнесе, а для бизнеса Для людей, которые интересуются и политикой, и культурой Которые любят юмор, любят спорт То есть и создали вот такой вот комплексный журнал для делового человека Ну и, как время показало, не ошиблись Хотя начали мы его, ну, достаточно забавных историй Незадолго до этого здесь был мой одноклассник Однокурсник, Саша Гениц, который раскопал любопытные воспоминания Джакома Казановы, Казановы, 1754 год О Риге И он поделился с нами вот этими своими А в Риге тоже успел наследить Казановы? Так вот, наследить Он тут в карты играл Он тут выпивал и закусывал И когда он нам рассказал эту замечательную историю То у нас в голове тоже зашевелились шарики Вот надо бы что-то сделать с этим Казановой А мы как раз только-только разгоняли журнал Ну, вроде как деловой журнал Но, тем не менее, когда мы стали читать эти воспоминания Они оказались не воспоминаниями о любовных похождениях Что касается рижской части А воспоминаниями об отношениях с Екатериной Второй Которая, проезжая через Ригу Устроила здесь такой игорный бум А Казанова, как известно, большой картолюб и игральщик Но в то время, кстати, были запрещены карточные игры в России А в Риге, как окраина империи Здесь можно было дать какие-то послабления И Екатерина устроила вот такой игорный такой Такой Лас-Вегас, скажем Настоящий такой российский Лас-Вегас Кстати, в первом номере был бывший мэр Лас-Вегаса И она рассказывала о том, как устраивается игорный бизнес Вот уже от Казановой мы пошли плясать, как бы, из чего делать этот первый номер И, к нашему счастью, в Риге оказалась женщина, бывший мэр Лас-Вегаса Джоан Джонс, по-моему, ее звали Интересная дама Которая... А в это время тут, как бы, и наши бизнесмены после кризиса искали, на чем можно заработать И вот эта игорная тема, она очень бурно обсуждалась в деловом мире Поэтому мы сделали несколько материалов в этот номер Кроме Казановы мы сделали просто материал с ней, интервью О том, можно ли в Риге устраивать, так сказать, вот так широко Раскидиться такой игорный бизнес А тогда, по-моему, Россия как раз запретила вот в очередной раз эти все карты игорный бизнес у себя И она, я помню, одну вещь она сказала важную Только не делайте это, не делайте Лас-Вегас в центре Риги Что, собственно, потом, к сожалению, произошло Но вот она предупреждала, давайте на окраины, давайте это где-то там, где можно и туристов завлечь Имея в виду там и российских, и европейских Вы в таком хорошем географическом месте Вы можете этот бизнес сделать там для всей Европы Но наши бизнесмены, как всегда, поступили по-своему И после этого у нас закипел игорный бизнес, но не на окраинах, а в самом центре, как мы знаем Но я про Казанову хочу рассказать Так вот, когда мы стали читать эту историю Казановы, мы очень увлеклись Она оказалась такой занимательной Он в своих воспоминаниях, а он оказался замечательным писателем И воспоминания действительно были очень интересные Характеристики политических деятелей той поры, там, начиная с Екатерины Там, заканчивая Бироном, сыном Бирона, с которым он подружился С этими вельможами и купцами из дома Черноголовых, с которыми он тут встречался Картинка Риги того времени, конца XVIII века была им описана очень красочно И тут тоже мой, тот же Саша Геннис, который очень креативный писатель и вообще человек Он подсказал еще одну идею Слушайте, а если вы будете писать про Казанову А мы как бы написали тогда историю Оля Дорофеева нам нашла еще какие-то там интересные воспоминания о том, как Казанова пребывал в Риге Где он жил, с кем общался, с кем встречался и написал этот материал Но Саша предложил развить эту идею Он говорит, ну раз вы начинаете журнал, а почему бы вам не пригласить в Ригу Известного художника Михаила Шемякина Который в это время создал памятник Казанове и выставил его в Венеции А Венеция славится тем, что она не принимает никакие чужие памятники Она живет историей, и этой истории вполне достаточно для туристов Новых памятников она не ставит И она взяла этот памятник Казанову только на условиях, что это будет временно Такой выставочный вариант И Шемякин как раз в это время был озабочен тем, куда ему деть его Казанову Ну и тут у нас тоже шарики заработали А почему бы нам этот памятник так же вот на обзор хотя бы не привезти в Ригу Короче, вступили в переговоры с Шемякиным, с его замечательной женой Которая оказалась очень деловой, очень хваткой И единственным условием от Шемякина было, что я приеду не один, я приеду с Казановой Но когда дело, как всегда, упирается в деньги, и в данном случае мы тоже столкнулись с определенными тратами А времени было немного, мы журнал открывали Ну там много, там ведь он весит Проблем было много Да, он десятки тонн весит Страховка, перевоз, кто-то должен взять Там проблема не решаема, она не на щелчок Перевозили его каким образом? Его не перевозили Мы не дошли до этого, потому что когда мы столкнулись с кучей условий Увидев, что перед нами стоит И с ценой вопроса, это тоже было То есть мы просто не нашли такого спонсора, который бы мог вот это все вот это вот вместе с Шемякиным из Казановой загрузить, привезти и так далее Хотя идея была замечательная Вот где сейчас этот памятник, я, к сожалению, не знаю А можно бы его поместью во Франции? Даже как у Гомберга, наверное, стоит во дворе его собственного офиса, может быть Но памятник замечательный Вот если посмотреть в интернете, он очень красивый, изящный, как все у Шемякина, такой элегантный, эвантюристичный Но в Ригу он не приехал А Шемякин сам? Нет, Шемякин хотел только с памятником приехать А без памятника что ему там на нашу презентацию приехать? Хотя он, может быть, был бы рад и со студентами встретиться Мы тогда вступили в переговоры, он хотел так широко свою программу рижскую Здесь придумать, раскинуть Но, я говорю, все упиралось в деньги Поэтому мы остановились У него, кстати, были воспоминания какие-то, связанные с Сирической академией А дело в том, что он в Риге, по-моему, жил Сирической академией У него папа был военный И он какое-то время, то ли до школы, то ли во время школы И он даже входил в художественную школу, по-моему, нашего, Яросенталя, мне кажется Что-то было связано, как у Эрнса неизвестного Поэтому Рига для него такой заманчивый город был И он легко откликнулся Но его условия нам не позволили, к сожалению, их выполнить Тем не менее, вот номер такой с Казановой, с этой историей, с игорным бизнесом Мы тогда создали Это было в 2010 году Но так вот потихонечку и поехали, и поехали, и поехали И вот доехали до десятилетия Поэтому следующий год юбилейный Вот сейчас у нас мы думаем А может быть нам снова вернуться к Шемякеру И попробовать всем миром скинуться на его приезд сюда Ну, можно что-нибудь полегче найти Может быть у него появился новый памятник Тоже связанный с... Может что-нибудь поменьше Поменьше, которое можно в чемоданчик положить Ну, вот была такая история в нашей жизни Но пока еще нет планов Каким образом будет отмечаться это десятилетие? Какие там могут быть мероприятия, сюрпризы? Пока мы думаем Потому что хотим это сделать праздником читателей Чтобы это был подарок читателям Но еще размышляем Еще есть немножко времени А есть вообще какой-то вот этот собирательный образ читателя? Кто же это все-таки... Насколько просто я могу судить Но не только же бизнесмены Вот мы видим, насколько там приходят люди Самые разные на радио У нас всегда лежит открытый город И очень... Не только бизнесмены зачитываются Ну да, поэтому мы его, я говорю, сделали таким Достаточно пространным по тематике И поэтому у нас очень такая прекрасная культура, я считаю Замечательные перья, которые пишут Мы стараемся... Мы же живем, как все сейчас, наверное, СМИ Живем на аутсорсинге Журналистов мы приглашаем У нас нет, скажем, вот Журналистов, которые сидят с утра до вечера в штате И отрабатывают положенные часы Мы приглашаем лучшие перья Латвии Которых мы знаем Там и Кристина Худенко И Ксения Загоровская И Женя Павлов То есть у нас там масса-масса вот таких очень сильных журналистов Не говоря о московских Московских Тут же Александр Генис Он просто наш друг, который совершенно безблатно Леонид Млечин Леонид Млечин тоже Там Латынина То есть у нас такие очень сильные перья, которые пишут И этим мы, собственно, и интересны, конечно Тем, что у нас такой сильный журналистский корпус И, наверное, в этом тоже плюс в том, что меня... Ну, то есть нет такого, что одни и те же авторы в каждом номере Ну, конечно, круг авторов То есть вот эта смена, вот она какая-то немного... Ну, происходит, да, происходит, конечно Но есть пара авторов, которые не сменяемы все 10 лет Пара авторов, которые перед вами, да Которые никуда не деть А так как мы любим писать В отличие от некоторых журналистов, которые не любят писать Такие тоже есть Я встречаюсь среди своих коллег, они говорят Ой, только не писать Вот там организовать, поредактировать, но только не писать Мы как раз, ну вот лично я отличаюсь Той особенностью, что я люблю писать Это для меня просто одушено Когда я сажусь за компьютер, я просто воскресаю Я думаю, вот она жизнь Вот сейчас сяду и напишу А вот как происходит выбор тем? Как происходит выбор героев? То есть вот насколько это... Это, конечно, очень такой интуитивный, скажем, характер носит Но самое главное, в чем мы убедились за годы работы И в Бизнес Балтии, и в Телеграфе, и в Балтийской газете, и на радио, и на телевидении Самый главный критерий – это чтобы было интересно Вот чтобы было интересно Когда-то, вот работая в Бизнес Балтии, мы с Володей столкнулись с тем, что газета была узконишевая очень Это была чисто деловая газета, которая писала про финансовые сводки, про биржу и так далее И вот тогда Володя как раз встречался, дам тебе слово, а то я не могу долго говорить Ты встречался с главой ассоциации деловой прессы Европы, и вот что он тебе сказал тогда? Ну, в принципе, вообще владелец газеты Владимир Николаевич Гуров пригласил нас до того, чтобы мы расширили газету Деловой вот этот вот формат, ее сделали И внесли в нее не деловую часть, в деловую газету А случай, о котором говорит Таня, это было связано со вступлением Бизнеса Балтии в Европейскую ассоциацию деловой прессы И мы были в Швеции и беседовали вот со знаменитым шведским магнатом СМИ господином Бонниером И там, в частности, мы... Они делали анализ изданий деловых во всех странах мира И, в частности, по Латвии был разговор о том, что вообще в Латвии нет необходимости в деловой газете В узконишевой прессе В узконишевой Потому что мало того, что у нас рынок и без того маленький Он еще поделен на две части по языковому принципу И поэтому, в принципе, для Латвии было бы достаточно одной белой газеты и одной желтой Вот их все равно... Ну, рынок и не послушался этих рекомендаций, как мы знаем Но мы же знаем, что все происходит не в соответствии с замыслами великих А в соответствии с амбициями простых людей Простые люди хотели... Простые люди с деньгами хотели, чтобы их было больше И издавалось газет тогда, по-моему, семь в Латвии на русском языке Да, только на русском языке Вообще сейчас, это кажется, уже... Да, и это вот представьте, какой надо было содержать журналистский состав Мы сейчас с ужасом смотрим на все это Расходную часть того времени И думаем, ой, если бы сейчас кто-то столько же, сколько тогда нам смог выделить Но это уже времена давно минувших дней Но, тем не менее, вот, отвечу сейчас на вопрос по поводу, как мы ищем темы Главный критерий – интересно, чтобы было интересно Прежде всего, интересно бизнесменам, интересно активным людям Вот наша аудитория, как мы себя определили Это люди действия, активные, которые интересуются жизнью Которые куда-то ходят, которые что-то производят То есть люди, ну, вот, такой активный образ жизни Вот это наш контингент Ну, получается, что большая часть вот этих активных людей – это бизнесмены, деловые люди Которые сами что-то создают Но они же есть семьи еще Либо менеджеры, которые тоже все время активничают Все время что-то создают, что-то придумывают, руководят коллективами То есть это люди такие, которым не скучно жить, скажем так И вот для них мы создаем спектр наших тем Конечно, мы их придумываем вот в нашем редакционном коллективе Там и советуюсь читая, много приходится читать Ну, и не хотим быть провинциальным журналом Вот он у нас все-таки открытый город Поэтому мы его адресуем людям и из других стран тоже Более того, у нас есть подписчики, не поверите, в Соединенных Штатах Америки Да, это наши эмигранты, которые туда уехали давно Такие же бизнесмены, состоятельные люди Которым мы настолько нравимся по душе Что они не довольствуются тем, что у нас есть портал Фри Сити Это не так интересно Они выписывают, подписывают его и получают его там В Израиле также есть наши подписчики В России В Германии В Германии, да Я как раз и хотел подвести Вот есть портал Фри Сити, есть журнал Вот насколько ведь на всех конгрессах русской прессы Обычно вот идет рефреном мысль, что что-то происходит Ну, то есть нужно как-то меняться, нужно пытаться что-то приспособиться Потому что печатная пресса испытывает какое-то давление интернета И люди, может быть, даже, ну, как сказать, развращаются тем Что открыл интернет, и ты бесплатно читаешь поток огромной информации Зачем нужно еще платить за то, чтобы покупать печатную прессу Вот как сломить вот этот барьер Ну, я попробую Мы в свое время, помнишь, были в Лондоне В отеле Браунс Там такой tea room, чайная комната В которой сохранилось все со времен Черчилля И там есть Рузвельт, Сьют Там, где он жил И так далее в этом отеле И в эту чайную комнату записывается За неделю очередь Чтобы прийти в 5 o'clock Выпить чай В Лондоне В современном Лондоне Где делается деньги в интернете С его ритмом и так далее Казалось бы, бессмысленно Но ведь мир состоит Как автомобиль Есть педаль газа Есть педаль тормоза И без одной из этих педалей Он несовершенен и опасен И в этом смысле вот эти традиции Те рум Там, кстати, в этой те рум Библиотека Библиотека И газетные столы огромные Где вот такой толщины газеты Да И вот все это существует У меня старшая внучка В 18 лет Она учится в Лондоне Она выросла Прямо с детства Выросла в интернете Да, она от телефона не отрывается Она же в нем живет Она переписывается У нее там друзья Все Ей зачем книги? Спрашивается Да, зачем ей печатны? Вдруг Недавно Обнаруживается Что она начала покупать книги Что случилось? Спрашиваю Полина В чем дело? Она говорит Модно Вот Любопытно То, что все Рано или поздно Все-таки Что-то остается в мире Что-то проходит А что-то остается И это страшно важная часть Я говорю Есть прогресс А есть традиции И вот В совокупности этих двух Трендов Мир может быть спокоен Как только один будет перевешивать другой Опасно Было время Когда мы паниковали Как и многие другие Которые работают В бумажной прессе Казалось, что все Конец Света Но как бы Наш аналитический мозг Нам подсказал Что не надо паниковать Посмотрите на другие жанры Посмотрите на оперу Которая тоже загибалась И там в этих париках Выходили люди И на них никто не ходил А что сейчас происходит В опере Бум Посмотрите на классическую музыку Как у нас Даже в Латвии Заполняются залы Как все больше и больше Этих замечательных фестивалей И то же самое С бумажной прессой Вот Дожить бы только Вот до того периода Когда будет этот баланс Потому что сейчас Бум интернета Бум вот этой Бесплатной информации Он захватил мир И кажется Что достаточно Причем многим Достаточно заголовков Они смотрят Заголовочки И больше ничего Ни во что не вникают Кому-то твиттера Достаточно Но как мы с Володей Вот уже поняли Мне кажется Это и успокоились На том Что мир Настолько разнообразен Информационный мир Что места хватит Всем Да Бумажной прессы Будет меньше Потому что Она дорогая Не потому что Ее не хотят читать А потому что Она очень дорогая И действительно Проще посмотреть в интернет И все это По заголовкам Продвижать бесплатно Не понятно Что с ежедневными газетами Будет происходить Понятно Потому что Кроме того Что там Расходы высокие И прочее Ежедневная газета Она просто опаздывает Невероятно По сравнению С интернетом И поэтому Это в принципе Удел тех Кто привык читать Пока вот привыкли Есть поколение Которое привыкло Оно читает А газета А потом Оно будет Все меньше и меньше Оно сейчас уже Все меньше и меньше Но дело даже Не в этом Дело в том Как себя будет Искать Эта печатная пресса И где Будет находить Свое место И в том числе Может быть И газета Я не знаю как В свое время Мы даже Помнишь Думали Издавать Европейскую газету На русском языке И был такой проект И мы собирали людей Тут очень много Было всякого Авторитетного народа Мы обсуждали Эту идею И в то время Ходила мысль Что будет Электронная бумага Собственно Она уже есть Но Тогда это Вообще Наивные Какие-то были Представления О том Что будет И мы не знаем Как это будет Развиваться В конце концов Вообще Все происходит Очень просто Есть контент А в каком виде Он будет доходить До читателя Слушателя Зрителя Это вопрос Технологический А контент Это вопрос Журналистики Как сказал недавно Дмитрий Муратов Наш друг И очень сильный Журналист Главный редактор Новой газеты Что Это просто Разные Разные Площадки Для Для Простите Забыла Его цитату А Разные Способы Донесения Смыслов Разные Способы Донесения Смыслов Интернет Бумага Там Радио Телевидение Разные Способы Донесения Смыслов А смыслы То все равно Останутся Вот об этих Смыслах Мы буквально Через пару минут Поговорим Я напомню В нашей студии Татьяна Фас Владимир Вигман Журнал Открытый город Продолжается Программа Встретились Поговорили Мы сегодня Встречаемся И говорим С журналом Открытый город Татьяна Фас Владимир Вигман И вот мы Ну вот говорили В первой части О журналистике Вот может быть Такой уже Чтобы на каком-то Конкретном примере Каком-то кейсе Мы могли Вот сейчас Разобрать Поскольку Еще я понимаю Этот материал Вот только-только Скоро выйдет Да О котором мы Сейчас будем Обсуждать И тема Которая Затронет Наверняка Каждого Из жителей Латвии Да и вообще Тех Все кто живет В Европе У нас кстати Есть даже Целая программа Вот на радио С Константином Рангсом Посвященная экологии Климат-контроль И чуть-чуть Вот как-то Вот мы Проходили Вот вокруг Этой темы Того что Евросоюз Сейчас серьезно Озабочен Тем что Произойдет В ближайшие годы С экологией И сюда Начинают вкладываться Огромные деньги И более того Повышаются Очень сильно Требования К транспортной системе И вообще Ко всему Что связано С экологией Может быть На эту тему Я понимаю Что было Большой материал С Андрисом Америксом И вот Может быть Вы расскажете Немножко об этом Ну да Вот опять же К вопросу о том Как мы ищем темы Темы И мы пытаемся Найти темы Которые касаются Очень широкого Круга людей И вот я говорю Не быть провинциальным А немножко подняться Над какими-то бытовыми Какими-то политическими Дрязгами А найти такие проекты Такие Планы Которые связаны С Латвией И которые касаются Ну чуть ли не каждого Вот у нас За последнее время Было несколько Таких глобальных тем И одна из них Это вот эта Климатическая тема Это экологическая Европа Когда запустили Проект Греты Тунберг Многие восприняли Это в штыки Ну и действительно Использование детей В каких-то рекламных целях Даже в позитивных Все равно это вызывает Во многом отторжение Но она как ракета Пронеслась над миром И сейчас До сих пор несется Оставив после себя В общем Очень такой серьезный шлейф И та же Еврокомиссия Например Думает о климате И думала до этого И думает сейчас Очень серьезно А так как мы все Члены Евросоюза То это коснется И Латвии И каждого жителя Латвии И речь идет о том Что Вы правильно сказали Что Еврокомиссия Евросоюз Собирается На ближайшие 10 лет Выделить триллион евро Нам даже трудно представить Сотни миллиардов евро Что это за сумма Именно на Борьбу с потеплением На То чтобы Остановить Вот все те процессы Негативные Которые происходят С климатом Попытаться остановить Потому что остановить Наверное никакие деньги Даже не помогут остановить Но попытаться остановить И вот Делая интервью С нашим европарламентарием Андрисом Америксом Мы как раз Эту тему Очень конкретно Обсуждали А он Человек Который Успел Возглавить За такое короткое время Транспортный комитет Европарламента Он заместитель 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 Транспортного комитета И в эти темы Очень сильно углубился Как такой Настоящий аналитик Он погрузился В них глубоко И прочено И очень много Подробностей Нам рассказал И этот материал Выйдет у нас Вот в ближайшее время На этой неделе Появится новый номер И там Как раз Речь идет о том Что Латвии Пора задуматься Об этом Серьез И судя по всему Она уже начала думать Потому что Правительство Сейчас Подготовило Для обсуждения Публичного обсуждения План развития Латвии До 27 года Как всегда К планам у нас Отношение Очень такое Снисходительное Типа Написали бумажку И забыли В данном случае Я думаю Что забыть Не получится Потому что Готовится Грандиознейшая Перестройка Всего привычного Нам транспорта Готовится Огромное Противодействие Вот этому Энергетическому Сектору Который связан С углем С нефтью С газом И как Будет поступать И наше правительство И каждый из нас Это в общем Нам всем предстоит Решить Но ведь это действительно Очень большая проблема Потому что Огромные деньги Стоят как раз таки За традиционными Источниками энергии И вот здесь Ну то есть Это понятно Что это лоббируется И вот Насколько Я прекрасно помню Что лет 20 Чуть ли не назад Эти темы Тоже очень серьезно Поднимались Говорили о том Что вот Необходимо Что-то менять И затем Это заглохло И многие Потом говорили Что скорее всего Это была Ну причина Того что Компания Да Компания Мы говорим О простых вещах Мы например Лет Ну почти 20 Назад Были В Соединенных Штатах Как раз тогда Эл Гор Вице-президент Соединенных Штатов Начал развивать Эту тему И тогда нам Казалось Она Ну Там Далекой Скажем так Тешится Богатая Тешится Вот Сейчас мы видим Несколько Борьба идет Большая Во-первых Ведь Надо разделять Две вещи Реальную Угрозу И И Желание На ней Заработать И то и другое Присутствует И конечно Нет сомнения Что Значит Чиновники Будут воспринимать Это по-своему А бизнесмены По-своему И бизнесмены Будут правильно Воспринимать Если выделен Триллион Евро То надо Найти Проекты В которых Поучаствовать Однако Значит Тут Не надо Сломя голову Бросаться Во все Тяжкие Да Потому что Например Тот же Америкс Рассказывает Что Мы у него Спросили Это что Пересадить всех На электромобили Он говорит А электромобиль Не самый экологичный Вид транспорта И У нас В комиссии На 90% Считают Что это Не перспективное Направление Он так же Загрязняет Среду Оказывается Как традиционный Автомобиль Которое невозможно Утилизировать Во всяком случае Сейчас не знает Как это сделать И кроме этого Производство Ведь там тоже Оно не экологичное Вот И это вот Все как бы И Пока Выглядит так Что самый экологичный Вид Автотранспорта Это Гибрид Пока Что будет дальше Но Ведь эти деньги Пойдут и на науку Так же На Поиск решений На разработки И конечно Вы правы Что за За фасильными Видами топлива За нефтью Стоят огромные деньги И Будет борьба Но это будет борьба Тем не менее Но уже с той стороны Появились Тоже значительные Игроки Да Уже видно Нет конечно Есть кому бороться И за нефть И за уголь Да По объему денег И вот например Буквально на днях Я читал Замечательные Интересный Материал О том Какая проблема Встает перед Эстонией Перед нами нет А перед Нашими благополучными Соседями Да Проблема связана Со сланцем Горючие сланцы В Эстонии Являются Серьезным источником Энергии Да И теплой энергии И работает На электростанции На них И так далее Значит Вот Вся Эта энергетика Попадает В разряд Негодный Да За добычу сланцев Одна из самых грязных Получается По выбросам Целла А эстонцы Страшно заинтересованы В этом Так вот Эстонцы Уже придумали Что надо Построить завод По производству Сланцевого масла И собирается У Еврокомиссии Просить 650 миллионов Евро На строительство Этого завода То есть Они пытаются Встроиться Вот со своим Сланцем В эту вот Программу Регулу В этот триллион Ну это просто Пример Как Как надо Демонстрировать Изобретать Вот на этом фоне Эстонском Действительно Прагматичные люди Уже задумываются О будущем На этом фоне Наше правительство Пока Насколько я знаю Кроме репрессий Вот для тех Кто ездит На традиционном транспорте Пока ничего не готовят Речь уже идет о том Чтобы повышать налоги Для тех Кто ездит На дизеле И на бензине Но ведь это Вот как раз Вот и говорили Вот с Константином Рангсом Что это ударяет Как раз таки По менее защищенной части По самым не защищенной Тех кто ездит На работу На обычном автомобиле На стареньком Более того Значит Насколько Грозит нам Пересесть Даже если они Значительно Станут дешевле Электромобилей На самом деле Предположим Что Еврокомиссия Выделит Средства На заправки Электрозаправки Чтобы они стояли По всей Латвии Это огромные Деньги Даже по маленькой Латвии Так проблема в том Что у нас Вот тот же Америкс Рассказал Что у нас не хватает Электроэнергии Нам не хватит Чтобы все эти чаджеры Построить И воплотить В жизнь Значит нам надо Тогда что Производить Или закупать Или В общем возникает Куча проблем Которые вот И пока не видно Чтобы кто-то их решал Линейно Я могу Привести В пример Ведь Ну вот Когда читаешь Грета Тумберг Она не единственная Есть же Замечательное Поколение Миллениалов Которые Вообще Тонут В это И они могут Часами говорить О пожарах В Бразилии В Сибири Там и так далее Но ни один из них Не выйдет Не вынесет Мусор И не разложит Его по разным Контейнер Вот борьба То есть Мы готовы Бороться Теоретически В чем угодно А только На своей кухне И Я не видел Ни одного исследования Вот у нас Возникла Замечательная история С пластиками Пакетами В магазинах Повысим на них Цены Значит Введем на них Дополнительный налог Экологичный И так далее Я не видел Ни одного Исследования Которое бы Показало Насколько Снизилось Потребление Этих Пластиковых Пакетов Уверен Что она осталась Ровно на том же уровне При Только деньги За это мы платим Больше Спрашивается Где тут борьба За экологию Я ее не вижу Существует еще И такая проблема Понятно Что наши чиновники Всегда готовы взять Под козырек Особенно если на кону Большие деньги И освоить их В свою пользу Но мы же прекрасно знаем Что Латвия Во-первых Далеко не самая Грязная страна мира А наоборот Она еще где-то В лидерах После Швейцарии Было время Когда ее вообще Называли второй страной В Европе Или в мире Уже не помню Но называли Одной из лидеров Самых зеленых стран Во-вторых У нас постоянно Сокращается население Если считается Что города Загрязняют Атмосферу Там Бензиновые пары И все такое Два выброса Производство Большие То у нас Это население Убывает И даже из городов Если там В начале 90-х Вы помните Что у нас было 2,6 миллиона человек То сейчас Их там Около 2 миллионов А то и Если не полтора В той же реги Население Тоже тает То есть даже Большие города У нас сокращаются Поэтому если Разумно подойти То может быть Как раз Не надо Отыгрываться На вот этих Бедных Сельчанах Которые приезжают На своих Стареньких Автомобилях В города В поисках работы А может быть Какие-то другие Способы Придумать Борьбы За экологию Которая бы не била По каждому потребителю Но у нас пока Собираются Отыгрываться Именно на каждом Самом малозащищенном Жителе Ну вот ключевое Слово тут Если с умом Вот если с умом Тогда Все Иначе выглядит И тем не менее Конечно Для бизнесменов Это стимул Это рывок Какой-то В новые перспективы В частности Вот из планов Которые Собирается Осуществить Евросоюз Еще и планы В отношении банков Европейский Инвестиционный Банк Где-то 70 или 80 80 по-моему Процентов Всех своих Проектов Будет связывать Только с экологией То есть И для наших Банков Это тоже Объединенная Перспектива Кредиты будут Идти только В экологические Производства Какие-то чистые Ну не только Но вот 70% То есть И нашим банкам Это можно взять На вооружение И как бы Стимул создать Для предпринимателей Которые занимаются Такими производствами Уже это делает У нас Дозваниваются Просто слушатели Здравствуйте Доброе утро Добрый день Добрый день Константин Я предложил Вашим гостям В поиске Глобальной темы Одну интересную Заметку Посчитали тут Инженеры Одного автомобильного Концерна Что производство Электромобилей В 40 раз Тепочка технологическая Более экологически грязная Чем производство Одного дизельного Автомобиля В 40 раз Ущерб экологии Наносится больше При производстве Аккумуляторов Электродвигателей Всей комплектации Электромобилей Это первая тема Которую Обратить внимание То есть Это уже сами инженеры Автомобильных Концернов Посчитали И второе Что единственное В мире Богатое Зарождение Шахты Тобычи Лития На базе которого Строят Электромобили Аккумуляторы Для них Находится в Боливии Приходит к власти Его Моралеса Которого Мы знаем Где он сейчас Случился Он объявил их Национальным Достоянием И запретил Их приватизацию И где он сейчас Буквально через Два месяца После объявления Греты Как ее там Тумберг Похода Крестового похода Против традиционных Технологий Все произошло В течение Двух месяцев Вот это Интересная тема Для изучения Спасибо вам большое За продолжение Темы Мы обязательно Будем ее Буквально Из номера в номер Следить за ней Следить за ее Развитием И в мире И у нас в Латвии Спасибо Ну а в принципе Мне кажется Ведь человечество Всегда Относилось К природе По-варварски Вот ну если вот Просто копнуть Историю Есть же Еще со времен Руссо Такая идеализация Там вот Человека Как сказать Ну вот Примитивного Который живет Вот в единении С природой И вот сейчас Робинзон Крузо Ну да Ну вот наука Доказала ведь Что и Когда человек Добрался до Америки То есть начал Осваивать Америку Массовое вымирание Животных Произошло как раз Именно в это время То есть Ну связь очевидна Когда Что вы предлагаете То есть вот то что Это может быть В самой Природе человека Да Вот уничтожать Потому что вот опять-таки Римская империя уничтожила Леса целой Вот Европы И в принципе Только вот Распад империи И наступившие Вот эти темные Эпохи Это вы Любопытную теорию Выдвинули Позволили Вот как-то Я когда путешествую По Европе Я как-то Не замечаю Распада Римской империи Тем не менее Есть мнение И ученых И этих Достаточно Там и вот По Би-Би-Си Посмотреть эти фильмы Они много экологии Посвящают внимание Что человек Вносит Только небольшую Лепту В изменение климата А во всем Виновата солнце Есть и такая Как бы теория И масса тоже Исследований На эту тему Но тем не менее Конечно Вносит Вносит И разрушает И там где можно Все-таки Какой-то баланс Гармонию С природой Соблюсти Наверное Все-таки Об этом Думать надо Потому что Есть Да Действительно Теория о том Что может быть Те изменения климата Которые мы наблюдаем Не связаны С деятельностью Человека Может быть Это вот Какие-то Большие Циклы Геоволны Вы знаете Мы когда говорим На эту тему То это очень Любопытно Что В какой мере Мы сами Являемся Рабами Информационного Потока Поскольку мы В большинстве Своем плохо Ориентируемся В этом вопросе То мы знаем Ровно то Что мы прочли Или услышали А нет То что происходит В реальности И Например Может быть Борьба Вот я уже Рассказывал О пластиковых Кульках Может быть Борьба Как раз Не там лежит Я сейчас В Таймс По-моему В Таймс Читал Любопытную Статью О том Насколько Больше Товаров Производит Мировая Промышленность По сравнению С тем Что необходимо Людям И как Они уничтожаются И Почему так Происходит И мы видим Это во всех Областях Ну Молодежь Например Видит В том же Компьютере Как часто Меняются Программы Если в этом Необходимость Обновляем Смартфоны Каждый Буквально Производители Вносят Потому что Производитель Сам Заинтересован В умножении Продуктов Которым Вообще Необходимости Нет Кстати В Еврокомиссии Сейчас Новые правила Вводятся По использованию Бытовой техники И по производству Бытовой техники У которой Должна быть Гарантия И возможность Ремонта И возможность Ремонта До 20 лет Не менее Потому что Даже Неснимаемые Батареи Смартфоны Заставляют Человек Вот оно Изогрязнение То есть Начинать надо С производителей Я приводил Как раз Классический Пример С нейлоновыми Чулками Которые Сначала Были Выпущены Невероятно Прочными И затем Производитель Схватившись За голову Дал задание Не меняются Сделать их Гораздо Менее прочными Чтобы они Выходили Чаще менялись Чаще покупались Известная Немецкая Качество Когда-то Говорили О немецкое Качество Долго Будет Работать Кому Оно Надо Производителю Не надо Точно Так вот Бомботребление Конечно Он съедает Экологию Это напрямую Связано С экологией Да И нет Нет Ничего Сложнее Я думаю Скажет Любой Журналист Чем Этот Жанр Интервью С одной Степанов Никто 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 Котор Виктор Красавицкий Шкела Мы первыми Вывели их На большие Широты Информационные И тогда люди были более закрытыми и менее доверяли журналистам, может быть. Сейчас, мне кажется, этот барьер преодолён. И сейчас легче общаться с людьми, они, то и интернет к этому приучил. Но я думаю, что легче не всем. В журналистике, вот как по России говорят, что в России надо долго жить, чтобы дожить до результата какого-то. В журналистике надо долго жить, чтобы дожить до результата. Потому что одно дело, когда люди говорят с человеком, с которым знаком 20 лет, и он гораздо более откровенен, чем когда он говорит с человеком, которого он не знает. Он будет подозрителен. Ну, кстати, вопрос возрастной журналистики. Посмотрите на CNN, посмотрите на BBC, кто у них ведут программы. Там очень немного юных лиц, красоток длинноногих. Там как раз люди уже солидные, с опытом, которым доверяет публика. Публика доверяет, может быть, именно людям, которые родились не вчера. Но это мы как бы в свою пользу. Тем не менее, журналистика – это всё-таки дело молодых. И я приглашаю к сотрудничеству молодых журналистов, потому что мы очень много их выпустили, можно сказать, из своей академии за эти долгие годы. И всегда очень приятно работать с молодыми. У них новые идеи, у них быстрый мозг, энергия. Да, и с ними работать одно удовольствие. Ну что же, Татьяна Фас, Владимир Вигман, журнал «Открытый город». Спасибо большое, что были в студии, вы нашли время прийти. Спасибо вам. Спасибо и радиоболткам, и радиослушателям. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.